Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения! Заправка появилась в США в 20-е годы прошлого столетия. Она представляла собой большие цистерны. Чуть позже они появятся в Европе, России и далее по всему миру. С каждым годом станции менялись вместе с развитием нефтеперерабатывающей отрасли. Даже по сей день на современных заправках ребрендинг – инструмент ведения успешного бизнеса, ведь свои временные инвестиции в будущем приносят свой результат. К примеру, в 2013 году в сети бензозаправок Ромбитрол-компании «Казмана и Газ Интернешнл» в Румынии началась большая программа модернизации. И сегодня это такие современные мультифункциональные автозаправочные комплексы. Был принято решение о развитии дальнейшей сети и также о развитии всего спектра услуг и продуктов, продаваемых в рамках этой сети. И сегодня мы видим, что все эти решения были внедряются или были внедрены, и они приносят свои плоды. То есть, говоря о результатах, я говоря только о продажах в ритейле в Румынии, рост в январе-октябре 2017 года по сравнению с прошлым годом составил 10,4%. То есть это существенный показатель. Изменился не только вид заправок, но и прибыль, которую они приносят. Продажи за последние три года демонстрировали рост до 12%. Цена за литр 98-го на этой станции почти 6 румынских лей. В переводе на нашу валюту это примерно 506 тенге. Цены в разных регионах могут отличаться, потому как в Европе цена государством не регулируется. Но в среднем один литр реализованного бензина приносит 25 центов прибыли. В переводе это примерно 82 тенге. Кстати, интересный факт. У жителей Румынии в основном спрос на дизельное топливо. Многие автолюбители все еще, точнее, в основном ездят на машинах с механической коробкой передач. Приехав на заправку, Ром Петро ввел такое удобство, такая карта, feel and go. Безналичный расчет. И, возможно, предусмотрены какие-то бонусы. Марка «Эффикс» – уже давно признанный стандарт среди европейского населения. Это гарант одного из самых лучших качеств топлива в Европе. Преимуществ у «Эффикс» много. Главное, что он сохраняет двигателю жизнь в течение всего периода его работы, предотвращая при этом коррозии. Сертифицирована марка в Германии. Для клиентов на заправках предусмотрены не только топливные услуги. Хей! Новая концепция ресторанов и магазинов для АЗС. Сегодня так называемые сухие нетопливные продажи приносят компании значительную часть прибыли. Это направление становится особо важным на европейских рынках, так как на сегодняшний день, например, доля маржинальности в ритейле нетопливных товаров уже составляет около 20%. То есть это значительный показатель. Здесь тоже мы с 2012-го рост был от около 14% до 20% в общей корзине прибыли. Планы, конечно, дальнейшие те же. То есть развитие сети, строительство, привлечение новых партнеров. Рынок не стоит на месте. И мы пытаемся не то что... Мы пытаемся его опередить и быть первыми на этом рынке. Среди других услуг для автовладельцев – автомойка и шиномонтаж. Из самых последних новинок – станции для электромобилей. По словам розничного операционного директора «Ромпетрол Даунстрим» Анки Банчук, это тренд, но пока ещё малораспространённый. Это новый сервис, который мы предоставляем для наших клиентов в Румынии. Мы первые на местном рынке, кто внедрил такую услугу. У нас таких станций уже две. Конечно, в Румынии ещё не так много электромобилей, но для нас важно быть первыми на этом рынке. Её мощность – 22,5 мегаватт. Она очень быстро заряжает машину, примерно за один час. Сколько в среднем машин приезжает в день? Можно ли уже приводить статистику? Примерно 3-4 машины в день на этой станции. Пока клиент ждёт, он может выпить кофе, перекусить и отдохнуть. Ну и, конечно же, прикупить себе что-нибудь. Сколько стоит зарядить электромобиль? Пока нет регламента продажи электроэнергии для традиционных АЗС, мы предоставляем эту услугу бесплатно. В целом, возвести бизнес АЗС в буквальном смысле несложно. Заправочный комплекс нового типа отличается прежде всего универсальностью сборки. Новый концепт компании включает строительство модульных автозаправок всего за 60 дней. Энергопотребление при этом экономичное. Освещение устанавливают светодиодное. Модульные заправки – это заправки, которые строятся из частей, которые отдельные блоки, которые практически имеют заводское изготовление. И монтируются на месте как конструктор лего с разными конфигурациями. Там облегченного типа навесы, модульные конструкции зданий и сооружений, очистных сооружений и всех внутренних коммуникаций позволяют сделать заводскую подготовку и на площадке только отверточную сборку. Мы спросили, проявляют ли интерес коллеги из Казахстана. Будут ли такие заправки у нас в стране, учитывая, что строительный сезон, особенно в северных регионах, непродолжительный. Казахстанские коллеги правильно интересуются, потому что это заправка, которую можно построить за сезон быстро с колес, а параллельно можно вести 10, 15, 20 строительств таких заправок. С учетом того, что это практически универсальная конструкция, я думаю, что эффективность в Казахстане по этим конструктивам будет тоже очень высокая. Но опять же, мы обязательно внедрим эту технологию в Казахстане, предложим, поможем, передадим. Но после того, как 100% будем уверены в том, что это уже доведенное до ума и качественное изделие. Вот этим сейчас занимаемся. У желающих предпринимателей есть возможность совместно вести бизнес с компанией «Казмунэгаз Интернешнл». АЗС передается под частное управление, либо можно приобрести франшизу. Сотрудничество с дилерами ведется по контрактной системе в среднем в течение 5-7 лет. Сейчас под брендом «Ромпетрол» работают 113 франчайзинговых АЗС. У нас есть две системы. Это «Кодо», «Компания владеет», «Дилер управляет». И второй вид заправок – это «Додо», «Дилер владеет заправкой» и «Дилер управляет заправкой». Маржинальность, скажем так, у «Додо» каналов ниже, чем у «Кодо». Но мы по объемам, те, которые продаем, мы сохраняем, скажем так, направленность того, чтобы идти до окончательного клиента. И в тех, скажем, регионах или в тех районах, где у нас нет своих заправок, мы уже смотрим на местных дилеров, кто хочет присоединиться к нашему бренду, и уже с ними ведем переговоры по ребрендированию их станции и присоединению к нашей сетке. В работе с частными предпринимателями важно увеличивать проливы, то есть объемы продаж топлива. О его дефиците здесь не может быть и речи. У компании есть собственный модернизированный нефтезавод «Петромидия», который обеспечивает всем необходимым объемом топлива. В 2016 году завод произвел 1 миллион 250 тысяч тонн бензина и чуть более 2,5 миллиона тонн дизеля. В этом году общий объем всех видов топлива сможет достичь 3 миллионов тонн. Вообще мощность производства нефтепродуктов может покрыть 100% спроса румын. При этом население небольшой Румынии около 20 миллионов человек. Сейчас доля «Казмонегаз Интернешнл» на рынке 16%. Компания входит в тройку самых крупных игроков, а ежегодный прирост ВВП демонстрируется на уровне 5%. Соответственно, улучшается покупательская способность и уровень жизни. Помимо домашнего рынка Румынии, сеть АЗС присутствует и в других странах. Это Грузия, Болгария, Молдова, Франция и Испания. Мы идем дальше. То есть у нас большие планы на развитие в следующем году. Сейчас идет активная подготовка уже к следующему году. Идет полностью пересматриваться наше видение на рынок. Мы хотим больше уже сконцентрироваться на наших клиентах, понять, что они хотят, как они хотят, чтобы предоставляли услуги. В общем, это в данном направлении. В этом году в Румынии появилось 8 новых станций. Еще 12 построят в следующем году. В 2018 году объем инвестиций в развитие сети составит 130 миллионов долларов. В долгосрочных планах увеличить количество всех станций вдвое, а также освоить рынки других стран. Для того, чтобы построить маржинальный бизнес АЗС, есть все шансы. С каждым годом количество автомобилей и спрос на топливо лишь увеличиваются. Для тех, кто хочет освоить эту нишу, Румпетрол – уникальный пример. Зайти на рынок и остаться в Европе непросто, так как здесь сильная конкуренция, где присутствуют крупные мировые игроки. Сеть АЗС остается прибыльной частью всего бизнеса компании в Европе. И уже за 10 лет своей работы Казмуной Газ Интернешнл имеет потенциал занять четверть всего рынка Румынии. Румынии Румынии Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...